МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Китае начинающие предприниматели первые два года вообще не платят налогов. По словам регионального уполномоченного по правам предпринимателей Павла Солодкова, для того, чтобы новые люди вошли в бизнес и начали работать, льготный период попросту необходим. Открытие новых предприятий всегда возможность получения дополнительных рабочих мест и развития новых направлений бизнеса. Спасибо, говорится, депутатам, потому что вошла розничная торговля. Это подавляющее большинство предпринимателей. Ну и бытовые услуги вообще в ПИД очень важно. Есть вероятность, что городская казна с сокращением налоговой ставки может пострадать. Но именно те предприниматели, которые придут в следующем году, в долгосрочной перспективе станут опорой экономики страны. Бизнес может сегодня вытащить Россию из той ямы, в которой она находится. Это, прежде всего, яма экономическая, глубокая рецессия, снижение доходов населения. Ожидать массовых перерегистраций предприятий, чтобы сократить издержки предпринимателей, в любом случае не стоит. По словам экспертов, важно делать шаги, чтобы бизнес развивался. Снижение налоговой ставки на вмененный доход до 7,5% в Нижнем Новгороде уже можно считать примером для других муниципалитетов. Анастасия Грибова, Георгий Захаров, столица Нижней.